Я собирала, помню, абрикосы и сдавала их на консервный завод. Это были реальные деньги. У каждой звезды есть экспертность. Как мне повезло. Ух ты, сразу. От и до. 10-11 миллионов рублей в месяц. В мире что-то подобное было? Они все такие умные, стабильные, прекрасные. Блин, я хочу как Маша. Вау, как мне повезло. С нами Маша Салдар. Маша, это сейчас, наверное, одна из самых крутейших бизнес-леди в России. Восходящая звезда. И при этом, глядя на темпы, у тебя-то яйца побольше, чем у некоторых мужиков. Бизнесовые. Интервью, какие яйца у Салдар. Ты в России около двух лет или сколько? Да. И ты очень так быстро вывалась в сводки инстаграмов, интересных у тебя друзей часто. Ну, я своих друзей вижу тебя часто. И ты такая крутышка по результатам, по нетворку. Я сравниваю просто со своим темпом роста. Я там из Беларуси сам. И да, и я слышал, мне Катя, моя жена, говорила, что у тебя был акцент. И я помню, у меня я свой ГЭТОМ. То есть люди понимали, что я из... Они думали, что я из Украины, потому что Беларусь вообще маленькая, и беларусов мало. Про Беларусь они не слышали никогда? Да, да. А это та область, что за Смоленском начинается? Вот. И они все думали, что ты из Украины? Я такой, блин, как они понимают? Я типа в Москве там уже несколько лет. И я реально таки, ну, более смущался так этого. Ну, и в целом я там корпорацией долго работал. И мне интересно вот поизучать, как ты, потому что мы с тобой коллеги. У тебя онлайн-школа удаленных профессий. Маркетинг, СММ, интернет-профессий. Давай сразу скажем, какие у тебя там обороты? Ух ты, сразу. О, ты до. Средние по прошлому периоду, там, 10-11 миллионов рублей в месяц. В общем, когда мы говорим условно сейчас там 8-11 миллионов до того, как ты объединилась, у тебя это было только по одному проекту. И, соответственно, еще были такие... Да, и больше 11 тоже было. Но средний, это 10, да. Сейчас я вообще не принимаю участие. То есть раньше ответственность была на мне. До этого я прям отвечала за все. Теперь там нанимает, все делает Антон, просто приходят деньги на карточку. Антон каждый раз восхищался, что у тебя минимальные расходы. И я такой думаю, ну это же должно на результативности оказаться. Он говорит, да нет, все клиенты счастливы, все довольны. У меня, значит, сложилось такое, что ты гиперэффективно отрезаешь все лишнее, при этом у тебя высокая лояльность аудитории и классные результаты с точки зрения результатов клиента. Почему у меня такая большая лояльность аудитории? Потому что я очень честный человек, я предельно честный. То есть если, не знаю, я вот ищу, я думаю, может, у тебя некрасивые тапки, но некрасивые. Нет, тоже все красиво. Ну, в общем, если, например, у тебя розовая кофточка стрёмная, я скажу, блин, что, Дим, в кадр так не заходи. То же самое с клиентами, со студентами. Когда они покупают на вебинаре, я предупреждаю, личный коучинг стоит столько-то. Не делаешь завышенных ожиданий. Да, на курсе я тоже объясняю, когда идет запись. Если ищете мамочку, если вам надо, чтобы вас пинали, хлопали по заднице, чтобы дальше проходили следующий урок, то у вас нет мотивации к этому. Сделайте возврат, пожалуйста, и мы не будем мучить друг друга. Вот для меня высший показатель мотивации, что человек хочет быть классным интернет-маркетологом, это то, что не только он мой курс пройдет, он выучит английский, получит визу и полетит в Америку дальше учить. У американцев есть такое выражение «the biggest buyer, the biggest seller». Типа тот, кто больше всего покупает, но вкладывается в себя, в свое обучение, а тот потом и хорошо продает. Итак, рецепт. Первое – это не делать завышенных ожиданий. Второе – иметь реально крутой контент. Для того, чтобы его иметь, нужно самому себя вложиться сначала. Вот у меня еще есть такая позиция. Всем инфобизнесменам это будет очень полезно. Сходите, станьте клиентами Луи Виттона. Луи Виттон не прогибается под клиента. Хочешь – вот, этот продукт стоит столько, ты не хочешь – до свидания. Это какая-то адекватная самооценка, когда люди говорят, я бы еще хотел консультацию, мне еще не хватает, чтобы меня по головке гладили. Нет, ты покупал этот продукт, ты покупал курсы, онлайн-курсы, а не коуча по мотивации. Часто бывает наоборот, чем больше продаешь, тем меньше покупают. Моя задача – дать то, что я тебе считаю нужным. Задача Зары – отшить такие штаны или Луи Виттона – отшить такие кроссовки и их продать. Почему вы позволяете с собой вот это все делать? Как в отношениях. Ты уступаешь территорию, на нее наступает, пока ты уступаешь. Вот я замечаю, что инфобизнесмены, они насколько в себе не уверены в своем продукте, что они отступают, 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 и в итоге ты сидишь и вебинаришь целыми днями и делаешь личный разбор. Можешь, ты сколько на Самойловой получилось у тебя с одного вебинара? С одного вебинара. У нас просто были все повторные вебинары, но первый вебинар был на 40 миллионов. Не все такие умные, стабильные, прекрасные, как Самойлова. Мы с того времени поработали очень с многими блогерами. То есть не все так хорошо. Много нервных клеток моих было убито. Получается, на одном вебинаре с Самойловой вы сделали 40 миллионов рублей и потом еще повторяли это. Офигеть. И второе, что вы сейчас делаете, это вы делаете вообще федерального масштаба проект. Это вообще со всеми звездами. Кто у вас там? Егор Крит, Ксения Собчак, Рудковская, Максим Галкин, Аня Седокова, Аня Лорак, Рева. Я могу очень долго говорить, останови меня. Не знаю, не знаю. Пугачева нету? Не, только Галкин. Галкин. Вот недоработка. Все звезды, только Пугачева нету. Сергей Лазарев. Ну, вроде на презентации там должны быть Филипп Киркоров, Лепс. У каждой звезды есть экспертность, потому что если человек стал звездой, то как минимум он занимается любимым делом, потому что все мы в детстве мечтали петь, петь, танцевать, привлекать внимание, это как минимум. Второе, если это мужчина, он знает, как получить женское внимание, если женщина, то она понимает, как она стала там топ-10 самых сексуально красивых женщин России, например. Плюс есть звезды, которые потрясающие пары создают между собой. Есть звезды, которые классно выглядят, они гастролируют по всей стране, у них высокий уровень энергии. Фигура, лицо, все отлично, и ты не знаешь, господи, это Полина Гагарина к нам приходила, приболевшая, с перелета на перелет, куча работы. У нее там маленький отрезок кремния, она кашляет, но насколько энергично и потрясающе выглядит, что напрашивается вопрос, а как? Потом по отношениям мы взяли пары, которые потрясающие, вот Рева, Галкин, Оксана и Джиган, они лорок с мужем, им есть чем поделиться, мне очень понравилась пара Преснякова и Подольская. Отдельный курс по знакомствам для женщин, например, Егор Крид рассказывает, как девушке понравится парню, какие ошибки. Тегаси, у вас такая универсальная школа получается? Это разные школы, да, по любимому делу, в общем-то. Сама первая у нас запускается по отношениям, и уже презентация будет в сентябре. В мире что-то подобное было? В мире есть проект Мастер-класс, он в другом формате вообще, там, например, пьенцы, ну, два часа рассказывают свою тему. То есть одна она, один ее продуктик, который там стоит, как у нас, где 10-15 продуктов, но у нас совсем другой формат. У нас есть тема, есть методолог, например, отношения методолог Лиза Бабанова. Она составляет методологию, исходя из этого задают вопросы, что звезды должны рассказать, раскрыть. Мы интервьюируем, Лиза все комментирует, дает упражнения, то есть это не будет просто интервью звезд, где они поболтали. То есть мы берем и экспертов, чтобы у людей было пользу. Звезды, это звезды, они эксперты, они сделали кейс. Или вот они объяснили, они рассказали, мы им задаем специфические вопросы, мы готовим их очень сильно, но они объяснили, но людям нужно дать упражнения. Понятно, что там звезды сидит, думает, она не может придумать это упражнение. Когда в Великой Отечественной войне самолеты возвращались с пробоинами, и эти пробоины изучали, и укрепляли самолеты, где эти пробоины. А потом поняли, что нужно изучать те самолеты, которые не вернулись, потому что те, которые вернулись, их пробоины не были фатальной ошибкой. И нужно изучать те, где вот, которые прострелили, и самолет упал, и там нужно укреплять. И вот если изучать хорошие отношения, то не факт, что докопаешься до истины, а нужно изучать там, где была пробоина. Давай разбираться, как ты вот до этого доросла, за два года приехав в Москву. Маша очень крутая, а теперь давайте разбираться, как. Кстати, мы тоже сказали, что нужно разбирать не историю успеха, а историю провала. Сейчас будешь рассказывать, на чем ты училась, какие провалы были, или у тебя не было их. Путь, он состоит из провалов. Ты каждый раз думаешь, господи, что происходит? Ну, из вот этого, что происходит, состоит успех. Где ты родилась? Я родилась в городе Ивано-Франковск, в Украине. Такого города я даже не знаю. Папа, чем занимается мама? Мой папа был учителем в школе, мама вроде училась на учителя, потом как-то она стала работать с компьютерами в государственном учреждении, стала программистом. Потом папа работал в госслужбе, и мама в госслужбе, как-то так и есть. А министрами? Почти. Нет, конечно. Мы переехали в город Черкасс, и там никакого министерства не значилось. Я думаю, ты такого города тоже не знаешь. В общем, простыми вот какими-то чиновниками. Ну, даже не чиновники. Мама работала бухгалтером в доме связи, если это уж так важно. Бухгалтер в одном из отделов дома связи, гордый Черкасс. А папа работал военнослужащим. Мои родители, почти все мое детство, жили в общерите. Они даже квартиру не могли снять. Вот такая прекрасная госслужба, если ты не министр. Вот, поэтому воспитывали меня очень строго, но очень классно. Это намного дороже, чем в Мазерате. Мне дали удочку, а не рыбку. Мама супер трудолюбивый человек, и она любила деньги, и любит деньги. Поэтому это то, что дала мне мама. То, что дал папа, он супер духовный человек, он поэт, писатель, тонкая душа. Он считает, что все богатые люди уроды. И как мне повезло. Вот он даже недавно, ему написали в Инстаграме, он мне все фотки комментирует. Ему написали, ну теперь-то вы видите, что в бизнесе не обязательно все крадутые уроды. Он говорит, ну у него как-то случайно получилось, а вот все остальные предприниматели, вот они точно наворвали. В какой момент ты решаешь начинать зарабатывать, идешь на работу? Первые деньги я стала зарабатывать очень рано. У меня еще потрясающая бабушка с дедушкой. Они прям коммерс, они продавали все. Одни из самых богатых людей на деревне. Петрушка, лук, клубника, мед, веники папины. Они умели продать все. Бабушка меня лет, наверное, с пяти брала с собой на базар. Вот что я соберу, что я продам, на том мне потом одежду покупать. Клубника, это была тема. Я очень круто продавала клубнику. Я собирала, помню, абрикосы и сдавала их на консервный завод. Это были реальные деньги. Я прям продавала. Откуда навык продаж-то? Как научиться продавать на вебинар? Потом в классе в девятом у меня что-то случилось. Я пошла летом продавать на базар. Особенно в маленьком городе это очень стремное место. То есть меня там цыгане обкрадали. Ну, базар это отдельная жизнь просто. Да, сейчас уже таких, особенно в Москве, в Питере, нет. Ну, да. Ну, для моих родителей это был шок. Они первые несколько дней не отходили от меня. Но потом я была вот в топе лидеров продаж. Как ты из базарного продавца трансформировалась в онлайн-предпринимателя? Во-первых, я себя не позиционирую как базарный продавец. Все были в шоке. То есть у меня не было такой нужды какой-то в деньгах. Мне просто что-то хотелось сделать, ну, лето. Ну, что мне с мальчиками гулять? Фу, на ваших мальчиков. Они как бы и так сами по себе влюблялись в меня. Мне не были особо неинтересны читать. Я читаю весь год. Ну, то есть просто хотелось чего-то интересного. Официантам тоже. Это все такой опыт. И мне это так нравилось, что я чему-то новому учу, сделаю что-то новое. Я даже на деньгах не была сосредоточена, честно говоря. В школе я училась отвратительным образом. У меня была даже единица в табеле. Но я поступила в самый лучший университет страны на бюджет, потому что я знала, какие я предметы хочу. В детстве, когда я была маленькая, вообще 5 или 6 лет, мой гениальнейший отец сказал, а кем ты вообще хочешь быть, когда вырастешь? Я говорю, ну, мне нравится тетя в телевизоре, журналист. Для того, чтобы такое делать, тебе говорят, математика, биология не нужны. Тебе нужен язык, литература, история. А остальное, я говорю, забей. С того момента я просто не сделала ни одной домашки по математике. Я ходила на Олимпиады, я побеждала там все украинские. Мудрою тебя отец получается, потому что раньше же была такая уравниловка, и все должны были быть хорошистыми. Если ты будешь учить все понемногу, как все остальные дети, ты будешь посредственностью. Вот не получится, пойдешь в ПТУ. И я видела каждый день это ПТУ. Это было для меня таким напоминанием, как бы что меня ждет, если вдруг не получится. И это вечная общага. Мне очень хотелось снимать свой котель. Поэтому у меня было понимание, он объяснил, как. Не быть середнячком, быть лучше в чем-то, но в чем-то одном. А остальное вообще забей. Мудрый подход на то время, это было очень порывно и инновационно, потому что это сейчас выявляют сильные у детей, и это развивают. А раньше все так это делали. Как я тогда отхватывала? Во-первых, с меня издевались одноклассники. Ну типа единицы по физкультуре. А я не понимала, зачем мне физкультура, у меня тут другие цели. Я отхватывала от учителей. Моя учительница по математике шла к директору и говорила, она просто дегенерат полнейший. Отчислите ее, я не могу, нормальную оценку поставить. Говорит, не могу ее отчислить, она же на Олимпиаде представляет. Город и область. Знаешь, я к какому-то возрасту попала на передачу самой умности на Канделаки. Я очень любила читать, много училась. Я реально была, вот как там, стипендию одаренных детей получала. Но так как на каких-то предметах я вообще не показывала, в том числе на физике. Это прям моя детская травма. Впервые, кстати, эксклюзивно в интервью. У нас по физике обычно было что-то скучное, задача, и я в этом не участвовала. Но один день наша учительница, вот у них журналы методички были, и там было предложение сделать революционный обучающий метод викторину. Она проводит викторину и как бы делит класс на команды. И это мне стало интересно, в отличие от обычной задачи к доске. И они начинают задавать вопросы, и я включаюсь в процесс, и я отвечаю на все вопросы, на все вопросы, которые она задает. Она мне выгоняет и говорит, даже я не знаю ответов на такие вопросы. Это слишком сложно, чтобы ты знала, ты тут всех обманул, ты где-то это прочитал. Она ставит мне единицу и выгоняет. Я поняла, что школа фигня. Я продолжила традицию где-то работать, и первую работу я пошла работать промоутером. Знаешь, у секретных ларков, купите сигареты, и вам дадим зажигалку в подарок. И мне так нравилось, там зарплата была, прикинь, четыре с половиной тысячи гривен. Это как у родителей. Более того, там выдают форму, теплая курточка, все такое, то есть можно еще модным быть. А если ты молодец, ездишь по барам, ресторанам, видишь крутых людей, которые в рейстике кушают, и предлагаешь им эти зажигалки, это вообще типа ты еще и на такси туда ездишь. Мне стало так интересно, и я стала в этом развиваться. Потом я повысилась, меня взяли в агентство супервайзером, я уже нанимала таких чуваков. И таким образом я доросла до каких-то нормальных зарплат. Фильмольси. Последней моей работой на кого-то была финансовая пирамида. МММ. Вот он вернулся из тюрьмы и сделал новый? Да. Вышел фильм, я посмотрела, меня обштырило. А я вот работаю где-то там в рекламе, непонятно чего, хожу в университет. А тут рядом человек, про которого писали в учебнике по истории. Как его зовут? Сергей Мавроди. Он недавно умер, да? Я зашла в интернет, написала на сайт, сказала, возьмите меня на работу, у меня есть опыт рекламы. И идея, очень многие люди горели. И я тоже верила в эту идею. Потому что действительно, ну такой коммунизм. То есть сейчас мы с тобой сидим, и у тебя у меня есть бабки в кошельке, и мы им не пользуемся. А чувак покупает воду, вот они бы ему пригодились. А потом, когда я пойду покупать Бентли, как бы вот ребята сидят, им тоже нужны. То есть вот касса взаимопомощи, очень классная идея. Ну и да, красиво. Я стала руководить рекламными отделами, работала день и ночь, делал офигенный проект за зарплату 500 долларов. Я к тому моменту уже работала на трех работах параллельно, еще училась в университете. За там полгода или 7 или 8 месяцев в МММ, я прям на свои 19 лет, у меня тогда было 19, я такого опыта набралась, пакетами, в которых было по несколько миллионов, ушла в метро, ехала. Своих 500 долларов, еще с другой работой, я все зарабатывала 1000 долларов, я в рекламного агентства, которое самое большое в Киеве, нанимала директора и по утрам, в 7 утра встречалась с ним, чтобы он давал мне частные уроки, а-ля коучинг, как устроена реклама, как это все работает. 100 гривен стоили наши занятия. Потом я увидела, что все-таки идея МММ, вроде все идет не туда, и я ушла, и там не знаю, через полгода бы оно распалось. Получается, я тебя знаю с трех сторон, это как предприниматель, как путешественница и как гик тренинговых разных штук. Мой первый курс был по тому, как девушке быть красивой. Всякие маски, домашние процедуры, все это фигня. То есть у тебя первая своя онлайн-школа появилась в 2012 году? Да. У меня был момент, когда я помню, первый трафик он вожжен в 2013 году, я на него еду, и я не могу сказать там, дайте мне, яичницу, но я могу сказать лендинг-пэйдж-конструктор, конвэшн-фанел и вся эта фигня. То есть я не знала вообще бытового ничего, но то, что касалось... То есть ты сидела там со словариком, там лендинг, приземление, пейдж, приземляющаяся страница, куда она приземляется? Такие было, да, да, да. Ну, я же понимала, как все происходит. И тогда я вышла на Райан и Дайса, даже сначала это был Франк Керн, потом уже Райан Дайс появился, через Франк и Керн назвала про Райан и Дайса. Дотком секрет, все эти курсы, все проходила, покупала, каждую копеечку я тратила. Я помню, как я копила очень долго на курс Майнвэйли аутореспондер Мэднес. Такой-то и золотой запуск 13-го или 14-го года я копила долго-долго, а потом они сделали распродажу. Вместо 500 долларов у меня было где-то 400, а мы купили там за 300. Я была техподдержкой, я была, я помню, первый наш вообще запуск, Тимур ведет вебинар, я делаю все своими руками, письма, страницы, все, настраиваю, прикрепляю, кнопочки, вывожу в эфир, а Тимур сам обзванивал заявки и вел вебинар. У него тогда кризис случился, они там что-то разошлись с предыдущим партнером и когда мы выходили, мы делали все сами и я стала нанимать каких-то людей, делать сумасшедшие вещи. Это уже 15-й год. И там, соответственно, пока еще небольшие деньги были, да? Ну, так было, наверное, пару тысяч долларов, но с первого вебинара может там тысячу-две было. Твой взлет начался с того, как ты как-то познакомилась с БМ, что произошло? Я работала с Тимуром просто и мы вышли на какие-то там обороты. Я не скажу тебе честно, ну, может 300, может миллион. Когда до этого ты думала, господи, если вдруг я останусь с парнем, как я буду снимать квартиру, а здесь как бы вот столько, ты че, для меня вот тот период, даже 100 тысяч. Это прям был взлет. Это был вообще пипец. Ты сама покупаешь, например, себе билеты, летишь в Чикаго на тренинг Тони Робинса и сама его оплачиваешь. Ну и в общем, на каких-то таких оборотах мы и жили, год проработали. Перед БМом я порядка миллиона зарабатывала, я прилетела сюда выступать на конференцию Just Click. Тимур не смог, что-то у него случилось, я прилетела выступать на Just Click. И мне говорят, сходи, там ребята делают ивент. БМ? Да, это был мастер-класс. Я особо не знала тогда, БМ, не БМ, я в России была там 5-й раз. Это 16-й же, 15-й год? Я думаю, 15-й. Неудобно твоего возраста становится, когда ты сколько лет? Вот всем. Ну, ты мне на дне рождения неделю назад был. Ну, я же не спасу, сколько тебе лет? С Тимуром я прилетаю сюда выступать вместо Тимура на Just Click. Меня зовут на мероприятии БМ, на продающий мастер-класс. Я понимаю, что это офигенно, круто. Я хочу у них учиться и покупаю этот курс, 300 тысяч он стоил, это был курс Enigma. Потом мне говорят, слушайте, он живой в Москве. Я говорю, что? Enigma? Да. Я говорю, что, с дуба упали, мне завтра самолет из Чикаго, какая Enigma? Я думаю, может, я буду каждый выходной сюда летать. А ты жила в Америке тогда? Ну, да, только я была с чемоданами, чтобы улетать на следующий день. Как-то так, да, был такой бонус, кто первое платит, он ужин на с Мишей. И мне повезло, что в первый же день мне был ужин с Мишей, и он говорит, останься тут на месяц. Типа. А они бы там, типа, раз в неделю, что-то происходит. Он говорит, останься на месяц. Они как-то предложили сотрудничество, по малеху годы я с ними работала. А ты им помогала по маркетингу? Да, ничего не зарабатывая, просто делали потом, через год мы сделали запуск, 10 лет преимуществ, я рассказал Миша, автоворонки, ота. То есть, ты инициировала этот новый продукт? Конечно. А ты была их сотрудником, маркетинге? Нет, я не была сотрудником, она была просто подругой, друг. Ну, я им что-то рассказывала. Я помню, как я включала Мишу, типа, там, вебинары, автвебинары, как мы делаем с Тимуром, он стыдился, его коробил, ему это все не нравилось, сейчас вот инструментарий он ведет, все это рассказывает. Я помню этот момент, когда у них никакого, там, ни нормального, ни имейла не было, ничего, и когда это все я говорила, рассказывала про Ото, Миша плохо было, он же очень правильный, очень все должно быть красиво, оно такое дешманское, мы вот эти, мы не заморачивались ни дизайном, ничем, Тимур идет на телефон, снимает, типа, ланч по Волкеру, здравствуйте, меня зовут Тимур, тоже Дина, сейчас вы узнаете, и Миша смотрит такими круглыми глазами, сидим у него в Тебоксарах, ему говорю, такой ланч, собрали сколько денег, открываем ему эту ужасную страницу, где Тимур сам себя на телефон снял, 30-минутное видео по ланчу Волкера, но как-то в Мишу это вошло, он очень долго меня слушал, он мне поверил, мы стали что-то запускать, что-то сработало, мне все говорят, а с кем ты ближе, говорю, да не знаю, я их обоих люблю, да не может быть, ты или такая, или такая, я как песня Оксимирона, я выросли таким и таким, я помню, как я ложилась спать, я знала, что в городах люди уже там заработали, какие-то миллионы, они собираются по тысяче человек в зале, и у нас там сотни городов, и я говорю, я уже лежу в постели, говорю, Сережа, как это реально, мне просто пришла какая-то идея, а эти люди бегают и делают, идея в голове заставляет 100 тысяч человек, но может не все 100 тысяч участвовали, но 50 тысяч человек, активно ходить, делать задания, меня дружить, открывать бизнес, а свою онлайн школу, наверняка тут, ты должен знать мне вопрос, когда у меня своя появилась, вот, она никогда не появлялась, просто меня так все достали, там вот, научить, ну, маркетологам научить, там, боевомские ребята, что я просто в ходе этого, как-то вот, набрала группу, очень спонтанно, провела, онлайн, 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 да, у ребят были потрясающие результаты, у меня было первые 10 учеников, моя онлайн школа, это всегда было на коленке, вот так, которая здесь миллиона, плюс, я никогда не занималась ей, как основным проектом, у меня вообще все было, видишь, очень по наите, у меня не было никогда такого, что я сидела, планировала, сейчас я открою бизнес, да нет, как-то само по себе, мне было такое, хочу в рекламу, как бы мне пойти в рекламу, само по себе, мне было такое, как бы там с БМом законнектиться, ну, вообще, ты в потоке, да, и то же самое было с онлайн школой, в какой-то момент, после битвы, там, меня позвали в управление БМ, там, директором быть, тоже был прикольный опыт, но я поняла, что это все-таки приходить в офис, и очень со многими интересами считаться, что-то, я поняла, что моя жизнь, это не может быть только работа, я люблю очень БМ, обожаю Миши и Пети, для меня ближайшие люди, особенно Миша, его жена-то Влада, моя лучшая подруга, это моя семья, вообще-то, нет, ну, короче, для меня это, как-то все, где бизнес, где не бизнес, вот мы с тобой, то чем занимаемся, ты еще бизнес, или уже не бизнес? Я кайфую от общения, вот, и ты, как бы, они подсматривают, ты, как бы, друг мне, то есть, я не рассматриваю, это как там, деловую какую-то встречу, то есть, как бы, вот мы с тобой общаемся, при этом, это видео, там, людей привлечет в акселератор, я не скажу, блин, я хочу, как Маша, или ко мне, или к тебе, или, да, я хочу, там, маркетинговую, мы сейчас совместный, какой-то запуск, нам надо обязательно договориться, что-то все время, но такого чувства нет, что это, прям, ты пашешь. А расскажи, как у тебя получилось с Самойлой, вот как ты с ней познакомилась? Во-первых, у нас есть ряд общих знакомых, офигенный человек, она развивается, она смотрела вебинары, БМ, еще чего-то, она меня где-то видела, слышала, вот так мы встретились, там, по одежде, почему-то, по фитву. Она воспринимается, как жена Джигана, но у нее какой-то бизнес, отдел продаж своей есть, нет, у нее бизнес больше, чем ваш, БМовский, плюс, умноженный на 5. А что у нее? У нее самая большая сеть в России женских платьев, Мира Сезар, 50 магазинов, у нее фитнес-проект одежды, фитфью, то есть, господи, фитнес-проект, про похудение, приложуха, где девочки худеют, и у нее уникальный проект, спешл, детская одежда. Какая она семья, какой у нее бизнес, у нее так легко, если у меня легко, у нее еще легче, поверь. Смысл в том, что она очень мудрая, она развивается классно, у нее по поводу всего в жизни есть такое четкое мнение. Меня часто спрашивают, кто сейчас твой наставник, я говорю, реально, человек, мысли, которые мне сейчас резонируют, и на кого как-то стремлюсь и равняюсь, один из них, это Оксана Самулаф. И когда Оксана делала вебинар с нами, человек, который заставил нам все показать, открыть доступ ко всем урокам, все пересмотрел, и потом еще своим родителям открыл, она говорит, я не могу продвигать какую-то хрень, у меня вот эта аудитория, мне люди доверяют, я должна знать, что этот продукт реально классный, покажи, какие отзывы, как кульсы, как проходят. Обычно звезды за деньги, они даже не спросят, есть такие, кто приходит, сразу ты ведешь вебинар, они даже не знают, что это будет продавать, они просто знают, что сейчас мне задают вопросы, а в конце будет продажа, клоус. Оксана знала все, как она вела этот вебинар, как она вникла, она готовилась, это просто мое усилие. Вот результат 40 миллионов с первого вебинара. Как прокачивать свой внутренний вай-фай? Не делать того, что тебе не нравится. Человек так устроен, что если ты не делаешь того, что тебе не нравится, ты не будешь лежать на диване и просто плевать в потолок. Полу того, что не делать, то, что не нужно, я сейчас полтора года после того, как в Human Design мне сказали, что мне нужно принимать решения, исходя из внутреннего посыла, исходя из того, как я чувствую. Моя жизнь сильно изменилась. Я раньше принимал решения, всегда строил таблички, логики. Хочется одно, а нужно другое. Ну, типа, логически вот так, там больше плюсов, там меньше минусов, там вот такое. Я часто шел не исходя из того, чего хочется, а исходя из того, как надо. Сейчас вот больше потокового состояния, потому что я не перекрываю свой вай-фай. Это очень правильно. Ну вот. Я уже давно на все забила. В общем, первое, чтобы быть в потоке, слушайте себя и слушайте этот поток и не перекрывайте его. И второе, дай ей какой-нибудь мастер-класс. У меня есть вебинар, где есть медитация, разговор с внутренним ребенком, где мы вспоминаем, чему мы хотели в детстве, где мы убираем, типа, всякую хрень, там, которую мы делаем, ненужную, и ставим свои настоящие цели. Я рассказываю, где энергию на это все брать. Вот это вебинар и дадим. В общем, ссылочка на вебинарчик, как слушать себя. И, естественно, как всегда, ссылочка на наш мастер-класс «Как создать онлайн-школу, продвигать себя или своего эксперта». Спасибо тебе большое. Очень классно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!